Всем привет! Меня зовут Ирина. Добро пожаловать на мой канал. В инстаграме я как-то выкладывала нашу поездку в море, собственно, где я сейчас нахожусь, что я путешествую с ручной кладью. И поступило массу вопросов, как так мне удается упихнуть в чемодан ручной кладью столько вещей. В общем, видео будет именно об этом. Итак, в чем же плюсы ручной клади? Ручная кладь, она, конечно, отличается в разных авиакомпаниях, разные правила по перевозу ручной клади. Но в основном это чемоданы где-то примерно до 10 килограммов, плюс сумка или рюкзак до 5 килограммов. То бишь, если мы путешествуем втроем, это получается 30 килограммов чемодана ручной клади, плюс 15 сумки или рюкзака, итого 45 килограммов на троих. Это очень много. Конечно, есть нюансы, минусы ручной клади. Вам нельзя проводить жидкость в объеме более 100 миллилитров, и в целом на одного человека не более литра этих маленьких бутырьков. И ничего колющего, режущего и так далее. То есть никаких ножниц, никаких ножей и никаких спреев. В этом это три больших минуса ручной клади. Но думаю, в современном мире можно обойтись без этого. Спреи, если необходимо, можно купить. А вообще, в принципе, можно и без них обойтись, потому что масса заменяющих жидкостей, точнее, твердых субстанций, которые можно заменить жидкостью или какие-то спреи. И в конце концов продается масса балочек для именно ручной клади по 50-100 миллилитров, куда вы можете перелить свою жидкость и взять с собой. В общем, сейчас вам все-все покажу. Поехали! Пройдемся по вещам. Это Виолеттины, это мои вещи. Виолетти я взяла, конечно, она сейчас ускакала в платье своем, с сандаликах и носочках, но вкратце доложим, да. Это теплая кофта, платье, платье, шорты, юбка, шорты, двое штанишек, кофта теплая с длинным рукавчиком и две футболочки. Тут купальники с шапочкой и, соответственно, футболочка для сна, маечка, трусики и носочки. Все это в отдельном пакетике. Мой ассортимент. Платье с поясом, можно носить по отдельности, можно вместе. Это для сна и для того, чтобы ходить в номере. Соответственно, шортики, шортики, две маечки. Эту маечку, кстати, я планировала одевать еще отдельно со штанишками. Комбинезончик, платье вечернее, юбочка, футболочка. На мне, соответственно, спортивный костюм и футболка. Это купальники, два раздельных, два слитных. Сумочка дамская, сумочка побольше дамская. И нижнее белье в отдельном пакетике. Зарядка, аккумулятор, тяжеленный компьютер, который не помещается, между прочим, в мужской рюкзак и весит 5 килограммов. Пилочка для ногтей, куда без нее. Поехали дальше. Это у нас крема мои, ночной, дневной, с SPF, линзы, зубные пасты, зубные щетки. Сюда я еще положила насадку под бритву, зеркальце, стайлинг для волос, для кудряшек. Кстати, очень классный, потом покажу, может быть, поближе. Этот наборчик я заказывала в Суберлике, очень удобный, мне понравился. Тут у меня крем под глаза, маски для лица, умывалка, биодерма, мицеллярка. Это для волос такой разглаживающий, чтобы удобно было расчесывать. На самом деле я его не использовала, вот этот взяла зря. Ну ладно, протаскала и протаскала. И шампунчик. Шампунь, кстати, могли не брать, потому что здесь все предоставляется. Но это специальный шампунь для кудрявых, который используется этим стайлингом для кудрявых. Поэтому я брала и бритву, видите, отдельно, а тут станок отдельно. Точнее, станок и бритва. Так, а этот мили-милистичный набор, это набор моего мужа. Он, соответственно, взял... Сейчас он ушел в одной футболке в кроссовках и в шортах. Тут у него двое шорт, они же и плавки. Он, да, так любит использовать. Одна футболочка, одна на нем. Двое пол. И третий висит в шкафу, он ее оденет, чтобы поехать с нами в аэропорт. Еще он оденет в аэропорт джинсы, соответственно, сюда прибавятся шорты и футболка. А это, соответственно, нижнее белье его. Вот так. И вот это все мы упихиваем в эти два чемодана. Вот такой вот набор в ручной кладе. Конечно, сюда еще добавится штатив и запихнуем мелочевку всякую, зарядки и так далее в Петин рюкзак. Вот так вот. Еще раз щелчка прибавится. Я ее не положила, он на мне валяется. Естественно, я забыла положить наши дезодоранты. Гелевый и такой шариковый. Вот, соответственно, вся наша обувь. В кроссовках и в сандаликах Петя ушли с Виолетты гулять. Мои-мои-мои. Это я одеваю в аэропорт. Это, соответственно, мы ходим в бассейн. И вот в этом Виолетта улетает в аэропорт, мы сандалики положим в багаж. Вот такой вот наборчик обуви. И этого более чем достаточно, скажу я вам. Даже вот эти шлепки могла не брать, но просто они мне очень нравятся. На себя одеваем все самое тяжелое. То бишь, кроссовки, какие-то брюки, либо джинсы, либо спортивный костюм, кофты. Все это на себе. Не надо перегружать чемодан. Чемоданы у нас из Икеа. Очень классный чемодан. Советую, проходит по всем параметрам. И самое главное в чемодане, самое главное в чемодане в ручном кладе, он должен быть сам по себе, без вещей. Вот сам чемодан должен быть легким. В Икеа чемодан весит килограмм 700 грамм. То бишь, 8 килограммов вы можете положить своих вещей. Это замечательно. Я просто посмотрела, простудировала интернет. Где-то те же самсонайты, которые относительно адекватных денег стоят, весят по 2,5 килограмма. Для ручной клади килограмм это существенный вес. Вы можете положить на килограмм меньше своих вещей, либо на килограмм больше. В самсонайте, а в том же, есть чемоданы по килограмм 700, как и в Икеа. Но они стоят для сравнения 30 тысяч, а в Икеа 1200, 1300. Так что стоит задуматься. Очень советую. У нас два чемодана, синий и черный. Синий, по-моему, в Икеа уже нет в наличии. Может быть, потом появится. Черный еще есть в наличии. И он просто фантастический. Искренне вам советую. В эту ручную кладь мы, конечно, пытались запихнуть очень много. Не только вещи, но и компьютер весом 5 килограммов. В рюкзак он не помещался. А если бы даже поместился, то, получается, занял бы всю весовую норму рюкзака. Поэтому нам надо было в один чемодан упихнуть в компьютер 5 килограммов весов. И в другой еще заряд, аккумулятор от него. И я положила штатив. И еще вещи. И знаете что? Два чемодана нам хватило с головой. Итак, что мы делаем? Сначала мы собираем более маленький чемоданчик. В него я положу свои вещи и компьютер. Как вы можете заметить, даже с моими вещами половинка еще свободна. Вот тут. Сейчас я доложу Виолетины вещи и утрамбуем компьютер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон» Помимо чемоданов, конечно же, у нас будет еще рюкзачок, мужской рюкзачок и дамская сумочка. В дамской сумочке у меня документы, блокнотик с ручкой, книжка Виолеттина, моя книжка, косметичка, достаточно большая, вместительная, фотоаппарат, салфетки руки вытирать, зонт я взяла, очки. Это мои очки с диоптриями, у меня просто минус 5, и если вдруг шток не активит и так далее, мне линзы уже будут противопоказаны, и я буду носить их. Всегда беру в отпуск на всякий случай. И я брала всего от нее очки солнечные, это мои вот такие кругляши, они, соответственно, тоже здесь. Вот так вот выглядит моя сумка. Виолеттина сумка, конечно же, забьется игрушками, а мужская сумка забьется мужскими гаджетами и проводами оставшимися, я думаю. Вот так вот. Молодец! А я тут видео сняла, как я упаковывала наши вещи. Сейчас запакуем все оставшиеся и поедем в аэропорт. Да? Все, поехали. Всем пока. До новых встреч, новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!